Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем проанализировать то, что вы дали, то есть ту информацию, которую вы дали. Давайте попробуем понять, что вам в этой ситуации делать. Ну, во-первых, вы не написали свой возраст, что, в общем, не есть хорошо, возраст было бы здорово. Написать, это была бы полезная информация. Также вы должны понимать, что я прочитал некоторые ответы экспертов. Мне понравились ответы Кудрущева, Игоря Леонидовича и Марии Миколиковой. Мне кажется, эти ответы, они, знаете, как две части единого целого, они раскрывают, как бы, две стороны того, что с вами происходит. Ну, или может происходить. Обязательно подумайте над их ответами и обязательно, вот, именно в этом направлении поработайте. Самый с собой. Я, со своей стороны, разберу ваш текст, и дам, то есть, какие-то рекомендации, исходя из того, что мы прочитаем и разберем вместе с вами. Итак, мы вместе спадли уже девять месяцев. Ну, здесь нужно сразу отметить, что девять месяцев срок такой, средний. То есть, люди в девять месяцев обычно уже, ну, если все нормально, в норме, люди, люди в девять месяцев уже сближаются достаточно сильно. Люди в девять месяцев, они привыкают друг к другу, они становятся близкими достаточно. А вот, но, как правило, еще не готовы на серьезные отношения. Вот. Смотрите, первые полгода все было идеально, опишите вы. Мы много гуляли, общались, я дарил его подарки, ему он и я. Так. Ну, вот, где-то момент. Надо ответить. Вы говорите, что вы много гуляли и общались. Вы общались. Притом, что он вроде как, при том, что он вроде как неразговорчив. Понимаете, а вот как вы коррелируете для себя эти два момента? То есть, если мужчина неразговорчив, да, как он может быть при этом, ну, как он может с вами общаться при этом, если он неразговорчив? Вы уверены здесь, что вы не путаете ничего, не идеализируете его, ну, человека в смысле? Ага, вы уверены, что объективно, адекватно оцениваете, вот, то, что происходит с вами, между вами? И так далее. Потому что, как это видится мне, здесь что-то не так. Понимаете? Здесь что-то не так. То есть, если вы, ну, если вы говорите, что он неразговорчив, значит, он что получается, после того, как вы сблизились, он стал более, неразговорчив, или, или что. Понимаете, да, вот, непонятно здесь, как бы, неясно, неясно, неясно в момент. Полгода было идеально. То есть, идеально, это, опять же, это с вашей стороны было идеально. Это именно с вашей точки зрения все было идеально. Вот. Но, было ли идеально все с точки зрения мужчины, его позиции, было ли все идеально? Да, вот, важный вопрос. На который вам нужно ответить. То есть, вы ориентируетесь в отношениях на себя, или на него. Вот, у меня такое ощущение, судя по всему, то вы ориентируетесь на себя, не на него. Я поясню, в дальнейшем, почему так произошло. Я дарила подарки ему, для чего. Он дарил, он дарил на нее, как вы думаете, почему. А, о чем вы общались, на какие темы. Я чувствовал себя, себя самой счастливой, как и он. Откуда вы знаете? И думал, что так, как тогда, будет всегда. Ну, это очень наивное предположение, конечно. То есть, вот скажите, вас заставило что-то думать именно так? Ну, то есть, почему вы решили, что так будет всегда? Понимаете, вот на что вы опирались? Вы либо идеализируете любовь, либо вам она, ну, не знаю, очень сильно. Делать ведь даже не в любви. На самом деле. Делать ведь даже, мы не знаем, любите вы его или нет. Меня интересует немножко другой момент. Меня интересует момент, связанный с тем, вот почему вы считали, что так будет всегда. Ведь отношения, они все-таки как-то, ну, развиваются, да. Они как-то эволюционируют. И если, например, вы, там, ну, допустим, чувствовали себя хорошо, если вы были в гармонии, это не значит, что так будет постоянно. А вы так думали. Значит, вас что-то заставляло так думать. Понимаете, да? Какие-то вот убеждения, установки у вас были уже до этих моментов. Вот я, собственно, и хотел бы о них узнать. Далее. Через 7 месяцев я была вылезена съехать затем на квартиру. Он предложил переехать к нему, я согласился. Ну, вот, в итоге, конечно, важный момент такой будет. Вы говорите, он предложил, я согласил. А, пригласили, пригласили вы, пригласил вам он, он вам пригласил, он вам пригласил, как? Так, вы обсуждали с ним это? Вы были с ним до этого вместе? Жили ли вы с ним вместе? Когда вот не очень понятно. Опять, если не жили, то, ну, вы не знали, какой он в быту? И опять же, вас что-то заставило, вас что-то заставило, переехать к нему, предварительно даже не попробовав провести к нему время. В рамках совместного проживания пару дней, чтобы понять, какой он. И далее началось самое страшное. Пришел твой. И сразу стоит отметить, что... Страшное... Началось все только по... По вашему мнению. То есть, вот по вашему мнению, да. Страшно. Но задумывались ли вы о том, почему именно вам это стало так страшно? Почему для вас это оказалось страшным? Вот. Не думали ли вы об этом? Ведь... Эм... Если страшно вам... Значит... Соответственно, как вам уже и сказали мои коллеги, проблема-то в вас. Что вам страшно? Что вам страшно? Ну, мне только... Поцараться понять. Почему это страшно для вас? Чем? Боялись ли вы этого раньше? Ну, того, например, что... Стояк будет с вами холоден. Там... И так далее. И если боялись, то... Чем это связано? Почему... Вы боялись этого? Что для вас такого... Что для вас такого... У нас там это здесь? В этом. Далее вы пишите так. Он, в принципе, очень неразговорчивый человек, когда мы съехались, задавал впечатление, будто мы чужие люди. Вам не кажется, что несколько резко все произошло? То есть, неразговорчивый человек, который полностью в себе, который, ну, целиком и полностью в себе, который интроверт. То есть, живет в своем внутреннем мире, да? Ну, вот, неразговорчивый человек. Мы даже не говорим про СИЗО или там и так далее. Это... Ну, то есть, это важно? Да, это важно. Вы обязательно почитайте. Но речь о другом. Да, речь о другом. Речь о том, что у человека есть определенная, ну, позиция, да? У человека есть определенный взгляд на вещи. Соответственно, вы как бы начинаете с ними жить и рассчитываете на то, что он, видимо, сразу, видимо, будет... что делать? Он сразу к вам будет проявляться открытость. При том, что он жил один. Вы, опять же, не пишите, сколько вам лет. Не вам, не ему, а этого... Вот. Он жил один. Он жил один. И он привык жить один. При условии, что человек, значит, интроверт, как я уже сказал. Вот. Он привык, ему хорошо было. Вы приехали, вы нарушили его привычный образ жизни. Может быть, ему нужно время для того, чтобы мы привыкли к вам. И этот человек не разговаривает, то он слабо открывается. Ну, просто вот, слабо открывается людям. Например. Вот. И здесь, я полагаю, ну, давайте, наверное, не будем... не будем заниматься тем, да, что будем обвинять его, а просто скажем, что он такой. и логично, что сблизиться с другими людьми ему тяжело. Тем более, жизненно. Вы здесь, в этой ситуации, значит, как бы, ну, знали от него всего. Опять. Вы знали, что он с вами будет быстро, ну, так он освоится с вами, да, очень быстро и и будет так все, как раньше. Кстати, здесь опять сказывается ваша наивность. Гулять с человеком, общаться с человеком, дарить подарки, это совсем не то, что жизнь. Сказывается ощущение, что вы не знаете, как люди в быту меняются. они действительно могут стать чужим. Громал, чьи эту инициативу проявляю я. Хотя, зачем вы ее проявляетесь? Ладно, мне не сложно, если вы лакуете, какая-то эмоциональная отдача. Для чего? Эмоциональная отдача вам зачем? Складывается ощущение, что вы хотите чувствовать себя значимым. И без него значимые вы себя не чувствуете. И в нем, когда первые полгода вы гуляли, вы нашли свою значимость, как бы растворялись в нем. Но это не тот, не тот человек, которым можно взять и растворить. Это не тот человек, который будет открываться. И вот я говорю, вопрос, а того ли вы выбрали себе, если вы эмоциональны, если вам нужна отдача, если вам нужна обратная связь, если вы не цепляетесь за него, например, как за якорь и так далее, ну, как за сырого мужчину, то тот ли этот человек? Вы говорите про любовь, а он вас? Он не знает, любит он вас или нет. Он сомневается. Если сомневается, значит не любит. Не хочет вас терять. Да. Потому что знает, что отблизиться с кем-то ему будет тяжело. Подумайте. Далее. Он стал холодом. встал когда? Встал С какого момента? После того, как вы что сделали? Он стал холодным. Из-за него у меня начала развиваться депрессия. Депрессия это физическое заболевание, которое диагностируется врачом. пока я вижу у вас эмоциональную зависимость от него и восприятие человека через контекст своих потребностей, своих желаний. То есть у вас есть какие-то желания, у вас есть какие-то потребности, человек по вашему мнению должен эти потребности, эти желания удовлетворят. Вашим ожиданиям соответствуют почему зачем непонятно. Далее значит ну вы говорите что я стала много плагать почти перестала есть похудела на этом фоне. А почему такая реакция именно ваша откуда такое желание слиться с другим человеком да еще и так и человек собственно все эти слезы выливались на него и вы считаете это нормально? То есть вам не понравилось как человек себя вел хотя припосылке для этого были он по сути стал меняться только когда вы стали вместе жить а как многие сказали в быту люди меняются и вы помимо того что обнаружили у себя зависимость от него которую действительно вам нужно только решать своими силами избавляться от нее нужно и проблема здесь правильно вам сказали коллеги мои кудрячев в частности что проблема в детстве и в выборе мужчины и в поведении это проблема в детстве но детские родительские отношения в частности но есть еще и другое модель женского поведения вы проявляли инициативу вы расслабили своего мужчину зачем ему проявлять инициативу если есть вы которые всегда 이제 была крупная ссора из-за его холодности нет вы серьезно вы серьезно считаете что ссора была из-за его холодности а ваша ответственность где в этой ссоре ваша ответственность где вот из-за его холодности понятно другое дело что он Он вроде всегда таким был. Здесь нужно надбираться. Все. Может быть, если раньше ваше чувство эйфории вам хватало на два них, то потом эйфория немножко сошла, и вам перестало ее хватать. И может быть, вполне выяснится, что человек таким и был всегда. И вы его, получается, обвиняете и предъявляете ему претензии за то, что он есть тем, кого, собственно, вы полюбили, кого вы приняли. Так ваша ответственность, сори, какая? Я начал отобирать вещи. То есть желание привлечь его внимание, потому что он вас установил. Опять же, нет вашей ответственности. Нет вашей ответственности. Он вас установил. Поймите, это звучит немножко жестко. Но это так. Если бы вы начали себе ответить, то вам нужно было уйти. Если бы он захотел вас вернуть, он бы вас вернул, даже если бы вы ушли. Но вы боялись, что он вас не вернет. Вы сомневались в его чувствах сами. Если вы сомневаетесь в его чувствах сами, значит, нет доверия. Если нет доверия, отношения невозможны. На данном этапе. Но мой вопрос, ну, знали я. Вот вам такое задание. Какой это вопрос? Вот который вы задаете. Вопрос ли это взрослого человека? Он ответил, да. На вопрос, любишь ли ты меня? Опять вопрос. Какой вопрос? Взрослого ли это у человека вопрос? Он ответил, не знаю, не понимаю, что чувствую. И вы это приняли. То вы живете мужчиной, который вас не любит. Почему? Почему вы это приняли? Для чего? Ради чего? Тут ваше желание. Не нужно говорить про то, что вы его любите. Про то, что знаете все его минусы и плюсы. Что не хотите уходить. То есть, что не хотите уходить, это правда. Но дело не в нем. Вы не делаете его счастливым. Вы не делаете его жизнерадостным. Вы не хотите уходить для себя. Вы для себя что-то боитесь потерять. И это что-то проявляет себя и в депрессиях, которые начались. И в том, что вы перестали есть, перестали пить, начали плачать, худеть. Это все истерия, истероидное поведение. Что такое истерия? Болезненное потребность во внимании. Почему нужно внимания? Потому что без него чувствуем себя в пустынестом. Незнатимым, неполным. Понимаете? И вопрос в том, почему вы сами себя не цените. Это проявляется во всем вашем тексте. В частности, в том, что вы приняли нелюбовь к мужчине. Это не любовь. Если человек понимает, что это нелюбовь. Вы это приняли. Дальше мы так и продолжаем ссориться. Продолжали ссориться. И он отдалился. Вот опять. Мы ссориться стали. Нет. Вы ссорились. Ваши претензии. Ваши ответственности. Зачем, почему, как, для чего, что хотели. Опять же. Вы поняли. Вот вы закрепили сейчас, что в ссорах мужчина дает вам хоть какие-то эмоции. В ссорах он что-то говорит о своем чувстве. И вы, скорее всего, подсозначили, начали специально при вас скрывать ссоры, чтобы снова и снова вызывать у него чувства к вам, которые нужны вам. Вам нужны чувства. Эти. Почему? Ну, тут сложно сказать. Либо это была гиперопека, то есть сверхприблизенный родитель, и вы привыкли к такому проявлению чувств, по-другому вы не можете. Либо, наоборот, родитель отдаленный, и чувства к вам не проявлял. И в этом человеке вы видите именно образ своего родителя. Такого отдаленного здесь тоже, и, в общем-то, ведете себя с ним так, как вы вели себя со своими родителями. Значит, здесь ознание своей ответственности. Понимание ее хотя бы. Что не вы ссорились оба, а вы только выссорились. И для чего-то своя ответственность за то, за что вы ссорились. Так, он отдалился. Ну, это нормально, если вы ссоритесь, не понимаете его. Провоцируете, естественно, человек отдаляется. Как-то раз сказал мне, что головой все понимает, а сердце мне, что именно понимает головой, и что именно понимает сердце, не очень понятно, что именно. Мы также продолжаем жить вместе по тому же сценарию. Это ваш выбор. Это ваш выбор. Жить по какому сценарию. Мне очень тяжело, потому что он не держит, но не отпускает меня. Правильно. У него есть свои интересы. Вам тяжело, потому что вы не готовы взять на себя ответственность за свою жизнь. Именно поэтому у вас все вот эти вот проблемы. Депрессия, слезы, там, перестала есть, похудела. Вы не готовы не стать ответственность за себя. Каждый раз, когда вам нужно серьезное что-то решать, у вас начинается защитная реакция. Подумайте, почему. Опять же, это детско-родительские отношения. Либо строгость чрезмерная, либо гиперопека. Ну, такая серьезная гиперопека. Так, сказал, что не ревнует. Ну, он не признается, что ревнует, потому что это вот такой тип личности. Некоторые поступки показывают, что ревность все же есть. Так, ну, поступки нужно проанализировать раз, чтобы вы не выдавали желаемое для действительного. И два. То, что ревность не означает любви любви. Мужчина может вас не любить, но чувствовать собственничество, потому что вы с ним уже живете, вполне может быть. Так что, не путайте, не путайте, не путайте эти две вещи. Загубляет ситуацию тот факт, что мы вместе работаем и ссоримся уже и в рабочий момент. Так, ну, здесь работа с границами. То есть, где мои границы, где твои границы, где границы личного, где границы профессионального. То есть, все вот это вот, ну, все-таки абсолютно разделяется. Это навык, это навык и не проектировать. То есть, если, например, вам плохо, вы по родительскому сценарию проектироваете это на него. То есть, у вас слезы, вы плачете из-за того, что вам плохо, вы проектироваете это на него. Это неправильно. У нас плохо, вы тренируете это на работу. Это тоже неправильно. Вот. То есть либо вы работаете с проекциями, с этой вот, ну, с этой вот системой своей. С системой бунта. Ребенок бунта. Когда вы постоянно будуете, ссоритесь, пытаетесь что-то доказать. Негатив копится. Копится, вы его, вы его взрываете. А почему копится? Потому что вы думаете, что дело в вас. Это ваша проблема. Так. Самый главный вопрос. Как отменить ситуацию лучше в той сторону? Ну, мужчина ваш, он довольно устойчивый тип личности, как вам сказали коллеги. Опять же. И поменять его... А зачем его менять? Ведь он такой, он... Как-то вот вы не написали ничего связанного с тем, что он изменился. Понимаете, вы написали о том, что вы изменились. Это да. Вы изменились. Вы изменились сильно. У вас обнаружилась зависимость. А он? Он не менялся. Он такой и остался. И говоря о изменении ситуации в лучшую сторону, вы говорите об изменении его. Ведь так. А это неправильно. Его менять не нужно. Он такой был, вы таким его приняли. Вопрос в том, любите ли вы его, раз хотите поменять. Если любите, если действительно любите, то меня становится самой. Как? Ответ простой. Программализировать все то, что я сказал. Подумайте об этом, записаться к психологу и начать прорабатывать то, о чем я говорю. Сохраните нервы в себе и ему, и сможете гармонизировать ваши отношения. Так. Ну, про любовь я сказал. Про то, что не хочу уходить, тоже сказал. Про то, что жить тяжело. Так. Вот вы пишите. Мне тяжело жить так, не хочу уходить. Уходить не хотите так, и жить тяжело. Значит, вам эта ситуация чем-то нравится, она вас чем-то устраивает. Скорее всего она напоминает вам сценарий из детства. То есть, в детстве вы были так. В детстве вы были в такой же ситуации с родителем. Вероятно. Либо вы боитесь ответственности и не хотите все таки нести ответственность за себя самым. То есть, боитесь взять на себя, ответственнее за себя и сделать выбор. Смотрите, вы не делаете выбор. Вы не делаете выбор. Вы не приехали к нему сами, пока у вас были проблемы с квартирой. Пока не начались проблемы в квартире Вы не начали собирать вещи Пока не поссорились Вы Не приняли решение уйти От него, хотя нужно было Он вас не любит Не готов Вы не принимаете Самое решение Вы не действуете как личность У вас только либо Хочу Я хочу Чтобы ты был Такой, каким я тебя вижу Таким, какой Ты мне нужен Либо надо Надо Взять подарок Надо гулять Хотя гулять я скорее тоже прохожу И так далее В основном вы ведете себя как ребенок Это детская позиция В основном У вас Уйти мне есть куда У меня есть квартира в пригороде Но я не хочу Не могу без него И все И все Знаете, это вот Звучит тоже очень по-детски Вот я не могу без своей любимой гулятью А раньше мы без него как жили Полгода назад Ну или сколько Девять месяцев Раньше мы без него как-то шили Жили как? Жили А сейчас почему без него не можете? Почему растворились в нем? Почему Принесли в жертву себя ему? А вы думаете Человеку приятно Что вы в нем растворяете? Ведь растворяясь в нем Вы отражаете ему Себя Он видит вас Себя Ему это приятно Поэтому он удаляется Неприятно себя видеть в другом человеке А у вас? Какие мотивы у вас Растворяются в нем? Почему вы не можете без него? Это не аргумент Это не аргумент Если вы не знаете в чем-то Живя с ним Это в первую очередь Ваше желание И как вам правильно сказали коллеги Он не обязан Удовлетворять их Ваше желание Поэтому от не могу Без него давайте отходить будем И скажем так Чего я хочу От него Чего я от него Не получаю Чего я от него получаю И почему он должен Мне давать то Что я Вообще Хочу И как я могу Сама это получить Получить Правда Им можно Жить с нелюбимой Но вы же Живете с мужчиной Который вас не любит А почему он Не может Зачем ему это все У него Свой интерес В этом аспекте Я сказал вам Об этом Зачем вам Знать Зачем ему Вот все вопросы Это тоже Знаете Почти Зависимого человека Зачем Это надо ему Ему Чего хочет он А чего Ходите вы Знаете Вот момент Какой Идет Смещение Настолько Растворяется Зачем То про свои Зелания Забываете Вообще Ваших Зеланий Нет Есть только Необходимость Понять Что нужно Ему Надо Надо Это такая Немного Извращенная Родительская Позиция Есть Зелания Есть Попребность Надо Узнать Для чего Ему Это А какая Вам Разница Для чего Ему Это Для чего Это Вам Вот Чем Вопрос Чего Ходите Вы Вот Чем Вопрос Не Нужно Что Ему Делать Не Нужно Что Для Него Делать Сократите Дистанцию От Того Чего Вы Хотите До Реализации Этого Уберите Из Этой Цепочки Личный Олимпиад Личное Звено Молодого Человека Просто Уберите Вот Воображение Предсказывает Есть Желание И Есть Реализация Желания Например Вам Вы Будьте Знать Его Чтобы Он Вам Помог Со Зонтиком И так Далее Ставя Себя Зависимость От Него Или Вы Сами Размете И Пойдете Взяв Зонтик Итак Мы Совсем Не Гуляем Месте Гуляйте Одна В Всем Проблема Никуда В Месте Не Ходим Так Ходите Одна В Всем Проблема Спит Под Разными Одеялами Опять же Вы Соглашаетесь На Это Это Ваш Выбор Спать Под Разными Одеялами Но Если Вам Не Рад Спать Под Разными Одеялами Все Уходите Скажите Ему Извини Дорогой Я Как бы С тобой Живу Я Как же С тобой Спать А не Как Соседи Мне Это Не Нравится И Все Не Надо Ничего Требовать От Него Вот Скид Вы Шалует Это Детская Позиция Вы Жалуетесь Нам Вы Шалует Но На Дочь Ну Вот Плохой Молодой Человек Не Хочет Делать Так Как Хотите Вы А Он Должен Делать Так Как Вы Хотите На Где-то Родительская Позиция Типа Вот Поедем Ты Мне Покажешь На Одна Что Ты Способен Покажешь Мне Не Разочаруй Меня Знаете Как Вы Себя Ведете У Вас Нету Позиции Нет Принятия Другого Человека Нет Принятия Себя Не Только Я Хочу И Только Ты Должен Ты Должен Ты Должен Понимаете Поэтому У вас Отношения Не Получаются Вот Эту Модель Нужно Корректировать Потому Что Таким Обратом Вы Отношения Не Подстроите С Людьми Мужчина Он Живет С Девушкой А Не С Родителем Или С Ребенком Понимаете На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если У вас Остались Вопросы Пишите В личку Буду Рад Помочь Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи